Вадим Мальянов просит рассказать или охарактеризовать Потапенко. Замечательный эксперт, я с ним вместе участвовал в нескольких конференциях. Интересный человек, он ведет какую-то передачу на «Серебряном дожде». Он приглашал меня, правда, по ходу передачи я не сдержался. Но это не мат, конечно, был, но это было крепкое словцо, что там говорить. И тут же прервали передачу, все-все-все, больше не надо. Ну, не надо, не надо. Он интересный человек, я его слушаю иногда, часто, мне нужны его оценки. Один из возможных взглядов. Его относят к либералам, к политическим деятелям. Это не совсем так. Он, я думаю, если вы его спросите, он скажет, нет, 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 я не политик и не хочу этим заниматься 100%. Ну и правильно сделает, наверное. Он эксперт, и в качестве эксперта он интересен и даже пропагандистам, даже пропагандистским каналам, потому что известный закон пропаганды, для того, чтобы она как-то воспринималась, там, 40% информации должно быть правдивой. И тогда можно накладывать на нее, собственно, пропагандистскую информацию. Вот, интересный человек. Смотрите его, анализируйте. Но не воспринимайте, пожалуйста, ни меня, ни Потапенко, как единственный источник информации. Это необходимо диверсифицировать, слушать разных, многих. Вот, мусор всякий, конечно, не надо слушать, там, какого-нибудь, там, Михалкова или Володя Соловьева. Это чистая пропаганда, дезинформация. Вот, мусор для головы, как здесь говорят, джанк. Вот, не надо их слушать, не тратьте на это время. А нормальных, адекватных, вот таких, как Потапенко, экспертов, конечно, надо слушать и разных. Вот, мусор для головы, как здесь говорят, джанк. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...